Дорогие друзья, здравствуйте! С вами футбольное обозрение, я Евгений Медрохович. Мы на стадионе Центральный в городе Гомель, где местный одноименный клуб в рамках тура чемпионата страны принимает нашу родную и любимую Славию Мозырь. Вообще, прошедшая неделя вместила в себя несколько важных событий. Одно из них – возложение цветов на Кургане Славы, который наша главная команда футбольного клуба Славия Мозырь посетила накануне Дня Независимости Республики Беларусь. И очень приятно, что уже не впервые наши ведущие футболисты, тренеры, сотрудники клуба во главе с его директором Андреем Григорьевичем Васильцом посещают это священное место и отдают дань уважения героям, жизнь свою отдавшим за Родину. Что-то 14-го тура 33-го чемпионата Республики Беларусь в высшей лиге Тон для Славии Мозырь проходил в Гомеле, а значит, это был не просто матч тура, это было дерби, встреча географических соседей, принципиальная спортивная битва, которую посетили 3750 зрителей, задолго до матча заполнявших стадион Центральный. Хожу каждый матч, люблю смотреть футбол, как моя любимая команда забивает голы. Я жду потрясающий футбол, как будто тренер бывшей гомельской команды, он же сейчас в Славии, я жду сильный такой матч, хороший даже, очень великолепный, думаю, будет матч, серьезный. Тут же и будущая звезды белорусского футбола, воспитанники одной из гомельских спортивных школ. С дешор номер 8, 11-й год, я люблю футбол, мне просто нравится. Я люблю футбол, потому что игра мне очень нравится, я когда-нибудь буду играть в профессиональной команде Гомеля. Здесь же девчонки, которые с не меньшим энтузиазмом, чем мальчишки, наблюдали за предматчевыми, а после и матчевыми событиями. Для начала я со школы начала там заниматься, потом мы уже играли за школу, и меня пригласил тренер из гомеля играть за него. Я согласилась и начала у него заниматься, и потом я добилась такого успеха, и начала там выходить, там играть, там на области мы играли, и скоро поедем на республику. Я буду активно болеть за гомеля, но с моей помощью он выиграет. Гомель любит футбол, и я буду переживать за всех из нашей команды. Девчата, кстати, представляет одну из самых перспективных белорусских футбольных команд подрастающего поколения. Команда называется «Загуми», мы выиграли республику, область, район, и хотим выиграть республику. Приятно было видеть на трибунах и болельщиков Славьи Музырь. «Команда без болельщиков – это не команда, естественно, но идея сама поехать в Омель, все-таки недалеко от Музыра. Команда нам нравится. Болельщики мы с большим стажем. Болеем уже не один десятый год, начиная от болезни, МПКЦ и так далее. Поэтому при возможности, когда позволяет здоровье, можем позволить себе с любимой командой приехать и в другой город». «Для меня футбол – это большое значение, потому что любительский футбол мы все играли. А в отношении команды Музырьской мне очень нравится ее игра в этом году. И вообще доставляет удовольствие сама игра, само отношение игроков к футболу. Мне, в общем, очень нравится». Вскоре начался матч, на который наша команда вышла в следующем составе. Артем Каратай, Сергей Тихановский, Игорь Костров, Евгений Барсуков, Андрей Кобис, Алексей Иванов, Владислав Полос, Владислав Жук, капитан команды Илья Русский, Алексей Интелевский, Никита Мельников. То есть то же сочетание игроков, что было с первых минут матча прошлого тура, когда Славия Музырь со счетом 3-1 обыграла Солигорский «Шахтер». Показалось, что наша команда продолжит победную поступь, ведь уже на пятой минуте первого тайма был открыт счет. И сделали это наши футболисты. После доигровки углового удара отскок подобрал Игорь Костров, совершивший продольный пас на Сергея Тихановского. Случилась борьба, в результате которой мяч отскочил к Илье Рудскому. Тот сходу внешней стороной стопы мастерски сделал свою передачу в район линии Вратарской площади Ворот Гумеля. А там Владислав Полос блестяще сыграл головой, забив первый мяч этого матча. Изменив цифру на табло 0-1 или 1-0, наша Славия Музырь уже была впереди. Прекрасный гол, отлично демонстрирующий как хорошее понимание нашими футболистами игровых законов, так и техническое мастерство представителей футбольного клуба Славия Музырь. Вообще, большую часть первого тайма наша команда играла очень хорошо. И в нескольких моментах лишь удачу уберегала хозяев поля от второго гола в их ворота. Здесь неплох был гол кипер Гомельчан, опытный 36-летний Олег Ковалев. Тут совсем немножко не хватило для того, чтобы мяч попал к Евгению Барсукову, который мог поразить ворота команды хозяев поля. Здесь был заблокирован проход Алексея Антелевского. А тут Андрей Кобис пытался продраться сквозь оборонительные джунгли Гомельчан. Отметив первую замену в матче уже на 17-й минуте Сергея Матвеевича, сменил нигерей Джонатан Джон. Выделим этот перспективный штрафной удар, который завершился доигровкой, ударом Владислава Жука, после чего мяч эффектно отбил за лицевую линию поля Егор Тройков. К сожалению для нас, последующий главой ко второму голу Славе Мозырь не привел. Как не привел голу и проход Владислава Полоза, тот навешал в район вратарской площади Гомеля, ближе к дальней штанге, но замкнуть эту перспективную передачу оказалось некому. Удар Сергея Тихановского с угла штрафной площади соперника, но мяч выбрал какую-то свою траекторию, минуя ворота. Опасный был удар со штрафного от Ильи Рудского. Вратарь Гомеля с трудом справился с мячом, отбив его после. Было два добивания, но в итоге лишь угловой, не принесшей особой дивиденды Славе Мозырь. Приятно было наблюдать за мозырским болельщиками, которые что с гостевого сектора, что с других, место Диона Центральной подбадривали свою команду, которая шла вперед, стременно забить еще один гол. Гомельчане же уступали. До поры до времени, ведь с определенного момента то ли наши футболисты не в силах были удержать выбранный темп, то ли хозяева поля стали посмелее, но уже со стороны команды в белой форме пошло все возрастающее давление. Подтверждение вышесказанному, правда, тогда мяч не попал в створ наших ворот. А здесь наш момент. И как только Андрей Кубис не попал в незащищенную часть ворот Гомеля, после паса Алексея Иванова. Конечно, хорош был Джонатан Джон, вышедший на замены, и уже одним этим действием – защитой собственных ворот, оправдавший свое место на поле. Но все же показалось, что нападающий Славьи Мозырь мог сыграть и более удачно. Хотя пробил Андрей сходу, но не везет. Девятому номеру Славьи Мозырь – гол с пенальти. Никаких проблем для Кубиса. Непосредственность игры тут уже совсем другое дело. Ну и, как гласит футбольный постулат, «Не забиваешь ты, забивают тебе», что и произошло на 35-й минуте матча. Хорошее развитие атаки передачи Джонатана Джона на ход партнеру. Тот, освободившись от опеки, Алексей Иванова убежал 1-1 с ротрем, и, не глядя на необходимость быстрого принятия верного решения, он, Александр Ануфриев, нашел верный ход в этой ситуации. В касании, точно ударив по нашим воротам, 1-1 гол забил Александр Ануфриев в сезонах 2018, 2019, 2020, защищавшись цвета Славьи Мозырь. Этот гол буквально вдохновил гомельчан, которые добавили оборотов. Наша же команда была несколько обескуражена. Таким развитием событий в игре Славьи Мозырь пропала какая-то искорка, что ли. Даже в столкновениях наши футболисты чаще оказывались на газоне. К счастью, особо серьезных травм не было. Игроки иногда после оказания им помощи медицинская бригада возвращали строй в игру, которая на 44-й минуте обрела свой очередной импульс. Нерасчетливая передача Алексея Иванова партнеру назад, перехват гомельчанин, его стремительный проход, удар, с которым справился Артем Каратай, но уже дальше добивание от Александра Ануфриева. И вот тут уже наш молодой голкипер оказался бессилен. 1-2 на 44-й минуте матча и дубль на счету еще недавно нашего Александра Ануфриева. Досадно за наших ведущих игроков обороны дня сегодняшнего, которые в передаче здесь были не на самом высоком уровне и в противодействии с нападающими соперниками оказались однюдь не победителями. Упустили. А вскоре прозвучал свисток на перерыв 2-1. Так завершился первый тайм в чем-то неожиданно, учитывая то преимущество, какое имела наша команда в первые полчаса игры. Первый тайм был очень напряженный, первая половина, конечно, была радость за быстрый гол, потом было переживание, но я уверена, что наши смогут справиться и во втором тайме они вытянут эту победу. От прекрасной леди к представителям сильной половины человечества, братьям Егору и Роману Белковцам, которых очень увлекает футбол. Кстати, почему? Потому что там сильные игроки, много эмоций они дают. Пока во втором тайме они уступают, а во втором тайме уже победят. Первый тайм прошел, перемещаем второй, ждем новых голов по пятой слове. Вообще здесь, на стадионе «Центральный» можно было увидеть целые семьи болельщиков. И очень приятно, что эта замечательная игра объединяет собой представители разных поколений, служит отличным местом семейного времяпровождения. Отличное времяпровождение. К сожалению, мы первый раз только попали на футбол. Наша дочь занимается полгода футболом, поэтому и мы пристрастились. Хотя я сам 30 лет назад тоже занимался и тоже выступал немножко в низших лигах, но тоже занимался. А сейчас мы будем регулярно ходить на матчи нашей команды. Мне очень нравится футбол, и хорошо, что папа и мама вместе со мной. Я им, честно говоря, первый раз вообще, к сожалению, ребенок нас пристрастил. Я не думала, что это так увлекательно. Я прям, мне очень понравилось, захватывает очень сильно, именно когда шилье упали. Что до второго тайма, то на него обе команды вышли в тех же составах, что они заканчивали тайм первый. Счет, напомним, был 2-1 в пользу Гомеля. И надо сказать, что набрав хороший ход перед перерывом, эта команда и не думала сбрасывать обороты. Опасный штрафной удар, но замокающего в этом случае у хозяев поля не нашлось. Уже наш атакующий выпад в последний момент игрок обороны сумел отправить мяч на угловой. К сожалению, корнер не привел гола, а ведь его так требовалось нашей дружине. Одна из попыток этот самый гол приобрести путем дальнего удара Владислава Жука, тут справился Олег Ковалев, гомельский вратарь. В 50-м минуте матча и наша первая замена вместо Алексея Интелевского на поле вышел Максим Жумабеков, российский нападающий Славий Мозырь. Максим, выступающий по 95-м номерам, вошел в игру активно. Постоянно старался обострять ситуацию на поле, подыгрывал партнерам. И в одном из моментов, после того, как гомельщане выбили мяч за боковую линию поля, Илья Русский вел мяч в игру из аута на Сергея Тихановского. Тот, в свою очередь, переправил мяч Жумабекову, и Максим использовал голевой шанс 2-2. Браво! Отличный гол на 59-м минуте встречи. Счет стал равным, да. Ассистентский балл был здесь записан на Владислава Полоза. Таким образом, Славия Мозырь ликвидировала отставание дальше больше. Нужно было снова выходить вперед. Кстати, за спор с судьями после гола предупреждение получил резервную игру Гомеля Андрей Потапенко. А это уже главой гомельчан, которые старались порадоваться их болельщикам победой. И та же задача стояла у наших футболистов, которые старались забить свой третий гол в этом дерби. Жаль, не получалось. За сей срыв перспективной атаки прохода, сыгравшего свой лучший матч за Славией Мозырь и Максима Жумабекова, предупреждение получил Джонатан Джон на 66-й минуте игры. Последующий штрафной едва не привел голу, но мяч после удара Игоря Кострова угодил в каркас ворот. А жаль. Эх, если бы мяч чуть изменил бы свой полет. Ну, мечты, мечты. 70-я минута и двойная замена у Гомеля Габонца. Роди-джуниора Эфаги заменил турецкий полузащитник Акенфуркан Александра Ануфриева, забившего два голосовой команды Кирилл Ермакович. 73-я минута вместила себя как предупреждение Андрею Кобицу, так и нашу двойную замену. Владислава Пола за Игоря Кострова сменили Сергея Сазончик и Кристиан Дроз. Опасный момент у наших ворот, но на сей раз мяч пролетел нема рамки. Отличный проход Владислава Жука с нарушением правил, прерванный Константином Кучинским, за что гомельчанин удостоился предупреждения. Мяч после исполнения штрафного удара запутался в ногах, гола не случилось. А ведь чем ближе была 90-я минута матча, тем важнее становился следующий забитый мяч. Вполне возможно, последний в данном спортивном противостоянии. Какой-то малость не хватило Максиму Жумабекову, чтобы ударить по воротам, завершить розыгрыш углового удара результативно. 80-я минута и очередная замена. Гомельчан Владимир Дубровский вместо Александра Савицкого. Борьбу футболисты вели все яростнее. Никому не хотелось уступать. В одном из эпизодов отличный проход явил футбольную миру Владислав Жук. Но после контакта соперника наш 18-й номер упал. Пенальти, воскликнули болельщики. Но не тут-то было, подумал, видимо, о рефере. Игра продолжилась, а наш Влад еще долго оставался на газоне, словно в укор. Не мог, не должен был он в той ситуации падать самостоятельно. На 84-м матч у хозяев поля произошла еще одна замена. Денис Козловский на Андрей Потапенко, который из-за кромки поля умудрился схлопотать желтую карточку. На штрафной, без особого успеха. А далее контратака, которую завершил Владислав Жук вместе с Фуллом. Показалось, что Влад был очень раздосадован обращением с собой со стороны соперника. И вот, как это говорит, отдача. После чего наш игрок получил предупреждение на 86-й минуте матча. Штрафной удар, но все для Слави и Мозырь обошлось. В 90-е минута и Коля Рябых ходит в игру вместо Евгения Барсукова. Опасный угловой удар, но счет на табло по-прежнему оставался ничейным 2-2. Уже в добавленное время Данил Прудник заменил Владислава Жука. В игре наш вратарь Артем Каратай. Удар Максима Жумабекова значительно выше цели. И вот уже когда казалось, что итог этого матча ничья наступила 4-я добавленная минута. А вместе с ней и эта атака, когда Фуркан Акан выиграл борьбу за мяч. У Ильи Русского вошел в стартную площадь нашей команды и внешний. Стороной стопы выдал отличную передачу партнеру по команде Дрию Потапенко. На 84-й минуте вышедшему на замену. И тот с линии вратарской площади поразил нашего рота 3-2. Гомель вышел вперед самым невероятным образом. Нарада своим предным болельщикам. Наша же торсида, понятное дело, была оглушена этим ударом. Голом. Пятым голом в матче. Третьим в исполнении Гомеля. Который уже не упустил эту победу. Такую важную для гомельчан их тренерского штаба. Чуть-чуть как-то, наверное, гол, который забил Мозырь, раскрепостил нас. И мы стали играть в голе уверенно. Начали пользоваться, ну, как нам тренера показали на переходных фазах. И вот два гола, ну, грубо говоря, из этого и вылились. Мы хорошо сыграли в контратаке и забили свои голы. Мы хорошо играли, мы не отходили назад. Было тяжело, да, Славя хорошая команда, хорошо играет. Но мы не отходили от своей стиля игры. Прессинговали, старались создавать моменты. И это в итоге вылило в забитый гол. Отметим, что за гомель под 11 номером играл еще в прошлом сезоне футболист Славий Мозырь Юрий Лавец. И предположим, что для Саши Ануфриева этот матч являлся особенным. Ведь столько прожито сыгран в нашей команде футбольного клуба Славия Мозырь. Уже с того момента, как я играл, прошло много времени. Очень много людей поменялось. Осталось буквально пару человек, только руководство и все. Ну, я очень всегда говорю, что я рад играть в этой команде, рад играть в Мозыре. Мне очень приятно. У меня всегда только положительные и теплые воспоминания этой команде. И, ну, я очень рад Мозею за то проведенное время. Ну, сегодня я здесь, к сожалению. Может быть, когда-то, дай бог, и вернусь. Я буду очень рад. Далее пресс-конференция, которую традиционно начал наставник команды гостей. Иван Сергеевич Биончик в своей манере предложил сразу задавать вопросы. И первый из них был о преимуществе Славия Мозырь, как сказал журналист, в течение 32 минут. Затем, опять же, по мнению представителя масс-медиа, игра выровнялась. Ну, в 32, да, более, мне показалось, что это в целом можно выяснить было про целый тайм. Ну, вот, хотя, как бы там ни было сказать о том, когда забили два гола в концовке последние 15 минут, то, конечно, это говорить как-то так неуместно. Но одновременно, безусловно, надо согласиться с тем, что действительно первые 30 минут они были под нашим контролем. И, более того, забили гол и должны были преимущество увеличивать. Но мы преимущество не увеличили. И вопрос, сейчас мы и ребятам это говорили, это становление команды. И, к сожалению, порой это становление, вот так вытекает потеря очков. И мы потеряли сегодня очки, очки, которые, в общем-то, игра давалась, игра складывалась. И складывалась практически на любом отрезке поля, на любом участке поля. Ну, вопрос халатности, вопрос самоспокойности, вопрос не преувеличивать свои преимущества, а вопрос, как бы, свести в плоскость того, что вопрос должен сам собой как-то решиться дальше. И второй был, и третий был, и так далее, и так далее. Но в ответ соперник нам забил. Забил, соответственно, тут стоит поздравить соперника. Становление команды. Об этом мы просили Иван Сергеевича рассказать подробнее. Становление, становление, принятие, то, с чем мы сталкивались на начальном этапе, когда мы играли и говорили о том, что мы удовольствуемся игрой хорошей. И нам этого, как бы, достаточно. Ничья достаточно. В этот этап мы привалили, когда мы расстраиваемся ничей, когда мы расстраиваемся плохому качеству игры, и когда мы говорим о том, что, безусловно, качество игры не должно идти в разрез и счету. Этот этап на каком-то моменте перед нами стоял, и мы его преодолели. Сейчас этап, в общем-то, когда складывается ощущение, что обыграли мы шахтер, хорошо сыграли из БТС, сыграли там, сыграли там, и сейчас мы будем играть со всеми хорошо. Но одновременно это тяжелый труд для того, чтобы команду прессинговать, для того, чтобы доминировать и доминировать в атаке, в обороне. Это надо прикладывать колоссальные усилия. И усилия как физические, так и ментальные, так и технические предъявляют себе требования. Требования не только то, что предъявляет соперник, но и предъявляет сам к себе игрок, и предъявляет в том числе и тренер. Соответственно, если так в двух словах и коротко пройтись по этому, то, наверное, это и есть процесс становления, процесс развития коллектива и динамика. Следующим перед прессой пристал главный тренер футбольного клуба «Гомель» Владимир Владимирович Невинский. Эмоции положительные, приятно. То, что сегодня так все для нас сложилось. Это и хороший соперник, и футбольная погода, и состояние поля позволяло играть в футбол, показывать зрелищный атакующий футбол с двух сторон, с опасными моментами для взятия ворот. И болельщики. Было слышно как болельщиков из Мозыря, так и гомельских особенно. Приятно играть в такой обстановке, в такой атмосфере. Ну, самое главное, что результаты нашу пользу. Я думаю, что положительные эмоции, которые пережили истинные поклонники футбольного клуба «Гомель» на последней минуте, но это тоже дорого стоит. Начало матча прошло не под знаком «Гомеля», который ближе к перерыву расправил плечи и повел игру так, как того, наверное, хотел главный тренер этой команды. Согласен с вами, что начало было не в нашу пользу. К сожалению, в которой мы очень легко пропускаем свои ворота, но над этим, естественно, мы работаем на тренировках, мы очень много времени этому уделяем, но, к сожалению, легко пропускаем такие голы. Мы обращали внимание на это, разбирали, но пропустили. Но в любом случае мы готовились к славе, знали, как они действуют. Очень хорошо они используют пространство. Наша задача была это пространство обнидать и использовать свои шансы, которые в любом случае будут. Потому что атакуют большими силами, за спиной есть свободная зона, и, в общем-то, мы этими зонами и воспользовались конечным победителем. Отметив, что ранее замена капитана Гумеля Сергея Матвеевича была вызвана травмой игрока, Владимир Владимирович высказал свое отношение к дерби Гумель-Славия Музырь. Вы знаете, до игры уже начали подогревать интерес. Так сложилось исторически, что это не рядовой матч, это дерби. И повышенный, наверное, какой-то ажиотаж возле этой игры, повышенный интерес. Да, это чувствовалось. Я не скажу, что мы подходили к этой игре с чувством какой-то запредельной ответственности. Каждая игра, это три очка, это соперник. Каждый со своим почерком, со своей изюминкой. Под каждого надо подстраиваться. В любом случае гнуть свою линию для того, чтобы всех обыграть. По крайней мере, мы это стараемся делать. Уже после мы записали интервью у болельщиков, двух братьев. Один из которых является воспитанником футбольного клуба «Славия Музырь». Другой он впервые воочию наблюдал за матчем, уже думаем, его родной любимой команды. На самом деле эффект того, что за тебя болеют твои болельщики, это очень важно. Даже судя по своим играм, когда кричат, скандируют какой-то лозунг команды, это очень поднимает моральное состояние. Конечно, жалко то, что сегодня проиграли, но наши болельщики очень старались поддержать свою команду по максимуму. И думаю, ребята тоже старались по максимуму для победы, но сегодня чего-то не хватило. Конечно, на матче очень понравилось. Это был для меня новый опыт. И теперь я по возможности буду ходить на все матчи «Славия Музырь». Что касается других матчей тура, то «Энергетик» БГУ «Ислач» 0-1, «Шахтер-Слуцк» 1-0, «Минск», «Торпеда-Белас» 1-0. Первое поражение с Жудинцем в чемпионате. «Динамо» Минск, «Белшина», «Разгром» 7-2, «Неман-Батэ» 0-1, «Динамо-Брест-Маргонь» 2-1. После чего в таблице снова сменился лидер. Им стал минский клуб «Динамо». На втором месте «Грудинский» Неман, далее «Торпеда-Белас» и «Нашеславия Музырь». Но столько же очков, сколько у нашего клуба 20. У «Ислачи» борьба обостряется. И уже на этой неделе 15-й заключительный в первом круге чемпионат страны тур встречаются. В четверг, 6 июля «Торпеда-Белас», «Динамо-Минск», «Батэ», «Шахтер». Днем позже «Нафтан», «Неман». 8 июля в субботу «Ислач», «Минск», «Белшина», «Динамо-Брест», «Луцк», «Гомель». Главный же для нас матч состоится в пятницу. На стадионе «Юность» Славия Музырь принимает столичный «Энергетик» БГУ. Начало встречи в 20 часов 30 минут, днем позже, в 2 часа дня на стадионе «Спартак» играют молодежные команды этих клубов. Не пропустите. Дорогие друзья, к сожалению, поражение, но дерби удалось. Болельщики получили удовольствие, это главное. Ну а победа, надеемся, она придет к нам в матче следующего тура. Приходите на стадион «Юность» с вашей помощью. Дорогие друзья, болельщики футбольного клуба «Славия Музырь» наша команда обязательно победит. А на сегодня это все. С вами был «Футбольное обозрение» Евгений Минархович и Виктор Цирулик. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok